Всем привет! Меня зовут Володя, и вы находитесь на канале творческого альманаха Artifix. Чтобы вырубиться, о чем сейчас пойдет речь, я рекомендую вам посмотреть первую часть этой истории на моем канале. Оттуда будет понятно, кто я вообще такой и что я здесь забыл. А так я сейчас вам расскажу, как мы с ребятами побывали на фестивале Adventure The Music, и самое главное, о нашем непосредственном участии в этой всей движухе. Хлебзавод Просто рай для хипстеров. Обожаю это место. Но мы сюда не отдыхать приехали. Наша цель затариться баночками. Да так, чтобы на всех хватило. Осмотрев объект, в целом у нас появилось представление, сколько понадобится краски. Ее нужно много. А вот какие именно цвета будут присутствовать, с этим мы начали разбираться только сейчас. Хочется выдержать все в одной цветовой гамме. Поэтому с разнообразием палитры следует быть поаккуратнее. Плюс ставка сделана на то, что главные элементы работы будут выполнены флуоресцентной краской. Следовательно, в помещении будет темно, и, соответственно, детализация играет не самую важную роль. Все это нужно учитывать, и, да, зависли мы у прилавка где-то на часик. Тем не менее, подобрали все грамотно. Это будет заметно, когда вы увидите финальную версию нашей затеи. Фестиваль уже завтра, и идея в том, чтобы закончить стеночку на момент открытия мероприятия. Чтобы гости могли понаблюдать за процессом создания работы. Но так как ее объем, мягко говоря, не маленький, не мешало бы сегодня уже начать ее делать. Немножко по эскизу. Я выбрал персонажа из игры StarCraft, Сару Керриган. Еще в своем человеческом обличии. Это Керриган. Мы нейтрализовали протасов, но сюда движется огромная стая зергов. Нужна эвакуация. В этой позе она отлично вписывается в выбранный мною фрагмент стенки. Делать трафарет такого размера крайне трудозатратная работа. А вот с помощью проектора получилось довольно быстро перенести изображение на стенку. Используя маркер, я обвожу границы между слоями. Это очень поможет мне в процессе заливки цветов. Уже стемнело, и работа продолжилась под электрическим светом. Кстати, в тот раз я впервые отбивал линии сразу банкой. До этого работ подобного масштаба у меня просто не было. И нужды в этом приеме, соответственно, тоже как-то всегда кистями обходился. Любопытно, но эскизы мы с ребятами не согласовывали. Но каким-то образом в тематику попали. В целом все должно выглядеть довольно гармонично. Ладно, посмотрим. День фестиваля. Мы, разумеется, подтянулись пораньше, чтобы продолжить работу над своими кусками. Пока светло, нужно успеть доделать самые сложные участки. В моем случае это лицо. Красивая личика – это уже 50% успеха. А вот у ребят уже почти все готово. Жду не дождусь увидеть это под лампой. Свободное владение банкой довольно круто ускоряет процесс. Какой раз уже это замечаю. Тем временем, к открытию уже почти все готово. Скоро здесь будет жарко. Смеркается. Самое время врубать люминесцентные лампы. Пару штрихов и все. Работа выполнена. По-моему, получилось круто. Разумеется, камера никогда не передаст того, что видят наши глаза. Это также касается и флюра. Вживую подобные работы раскрываются намного ярче. В общем, мы свое дело сделали. Дальше здесь будет сейш на пару дней. Как полагается. А я домой. Спасибо ребятам за предоставленную возможность замутить такую классную совместку. Такое времяпрепровождение мне по душе. Возможно, это только начало. Что ж, надеюсь, скоро увидимся. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok